ну давайте последнее последнее усилие бонус бонус или как это называется бонус трек про батарею расскажу ешьте ешьте ничего да все нормально так смешно каждый раз ну пусть будет про battery consumption хочется поговорить вообще ресурс довольно важный в современном мире это стало вообще редко куда выходите без battery банка да особенно если вам лететь куда-то там долго ехать но про него вообще мало известно мало говорят до сих пор я думаю что да нет ну не мало но информацию найти довольно тяжело и вот как с этим жить понятно если вот навскидку когда начал заниматься этой темой а такой вот примерно вот так как здесь выписал себе а что может вообще потреблять вот выяснилось что много что может потреблять да есть тут основные вещи которые каждый здравый человек заметит и давайте по каждому быстренько пройдемся вот раньше у меня когда гастролировал по калужским островам вот с этой истории да раньше она была такая а потом она стала вот такая видите разницу да вот разница интересная значительно я вам про нее сейчас расскажу это как раз тоже интересная вещь мало кто помнит ну давайте bluetooth тут никаких хитростей в общем то у вас чем выше версия на устройстве bluetooth и хорошо было бы тем лучше чем она меньше тем больше он будет тратить и на передачу и энергии и пропускная способность будет хуже да bluetooth 5 если у вас есть и на всех новых устройствах которые уходят как правило версия такая этого протокола передачи данных вот и скорость большая и довольно незначительно по энергопотреблению если вы там постоянно что-то не передаете да то можно жить с bluetooth сам как правило проблем нет мы знаем заметил наушники вы сидите в них там и беспроводные ничего не случается ничего плохого тут там история но это просто смешно можно рассказать я тоже упоминал это однажды жизненная история значит support чек жалуется что у него когда он запускает наше приложение как-то там звук какой-то свистит крихтит что-то там какой-то звук сказал ну бред же никаких мы звуков не проиграем я же в своем уме значит через какое-то время еще одна такая жалоба вот значит опять у нас там что-то какие-то звуки да не делай никаких звуков и потом мы раскрутили эту историю там нас юра один нашел что библиотека nearby messages api да вот это вот от гугла она помимо bluetooth и вай-фая чтобы там передать данные вот расстояние двум устройствам без интернета да ну как-то вот рядом чтобы они пообщались она еще используют не ультрасоник аудио ультразвук она использует и некоторые устройства к сайоми но прости господи вот они представьте как дельфины они вот этим ультразвуком начинают общаться и вот я так представляю вот они плывут эти два к сайоми устройстве они там или как это делают киты там и вот и второй отвечает и ну вот такие бывают истории не совсем про bluetooth но про вот такие в общем дельфинчики к сайоми устройства общаются бывает gps ну понятно что gps есть много наверное вы представите что такое много спутников они там какой-то сигнал ваша штука должна его принимать там каким-то образом обрабатывать если вам нужно использовать ну нужно будете тратить что делать но есть всякий фьюз локейшн api если вы делаете не на google сервисах до приложения то у вас не будет таких фич как фьюз локейшн api вам придется самому просто обрабатывать вот эти вот значения спутников там что-то вычислять ну как-то работать а фьюз локейшн api это хитрости которые они накручивают над почему это не совсем open source как бы android потому что много таких крутых api собственно губа которые они понятное дело не раскрывает в заложниках так держит и получается что что это дает ну например когда у меня устройство в кармане да и или она лежит на столе телефон понимает что меня не трогали с помощью каких-то датчиков которые дешевле чем чем gps он понимает что я никуда не уходил значит прошлое значение и вот все эти маленькие юристики он применяет и чтобы вот фьюз получается дешевле чем постоянное сканирование сигнала да как бы понятно что у вас система там до поедает что-то у вас это все-таки маленький компьютер как-никак пусть и процессор из пластмассы на на телефонах как правило к своими прочих но у вас есть цепью gpu там сама система что-то есть то есть она тратит тоже вы на это влиять не можете как правило ну работает работает вот но у вас есть штучки со звездочками на них мы можем влиять и каким-то образом управляя вот этими штучками да мы можем сделать так чтобы наше приложение не жрала много энергии даже если она будет много работать много там делать для этого есть определенные техники ну вот что про дисплей можно интересного сказать вот на момент когда я это делал у меня был телефон из девять час у меня есть десять даже и тут хитрость уже знаете когда мне продавали вот из девять мне говорили что я покупаю телефон с лучшим разрешением на рынке она там господи там три тысячи на ты страшно это разрешение такое устройство я думаю вот я владелец самого крутого дисплея на момент выхода а нет samsung хитрит потому чтобы дефолта он ставит вот это разрешение то есть дисплей это круто и может это поддерживать но он ставит вот это есть фактически маркетинговый трик до трюк трик по-английски трик не важно трюк чтобы сделать так что у вас вроде самая крутая там крутое железо и все такое но при этом меньше потреблять вот если вы делаете там три тысячи и 1400 да это вам насколько точек больше отрисовывать каждый раз насколько вам больше делать а при том что нормальный человек разницы не видит да мы ему вот средние поставим вот такие вот хитрости это вот как samsung уже на чем экономит например на том чтобы и продать самое крутое и при этом не тратить много энергии вот это вот график того сколько потребляет у нас вообще говоря наш дисплей это одно из самых ресурсоемких в плане батареи один из самых ресурсоемких элементов вашем телефоне понимаете да что я не знаю у меня будет там дальше до в простом случае дисплей дисплей это что это лампа до которая там подсвечивает определенным образом пиксели вот в простом случае волосы де это именно так и есть это вот лампа сзади которой вам светит и она там есть более сложные случаи случаи типа молит дисплеев которые появились и у них есть хитрость что у них не каждый пиксель не одна лампа на всех грубо говоря каждый пиксель подсвечивается отдельно и в этом начинается прелесть потому что когда у вас например черный цвет вы можете не подсвечивать и у вас получается когда вы у вас вот не знаю у меня телефон да и чтобы не соврать у меня чем не работает у меня бэкграунд черный там да это не просто так большинство приложений я в темной теме использую во первых для глаз иногда попроще когда в темноте чтобы не слепила ночью как возьмешь иной раз тяжеловато да а это а ну вот у меня тут даже целая история про это вот lcd вот это тот самый слайд смотрите-ка вот есть lcd есть а лет это вот раньше как я думал про все про это и как было раньше было известно что вот а молит там технология не подсвечивает и так ли это когда у вас чистый я думал раньше что когда чистый черный он не подсвечивается когда серенький он чуть-чуть подсвечивается да а кто-нибудь замерял это на самом деле я посмотрел как это люди делали на xd там кто-то замерил и ну там грубо говоря включал приложение там с картинкой и включал с там темным фоном до черным и смотрел разница там получалось до 18 процентов в день батарея меньше но я как-то смотрел на это что она того не стоит потому что ну какой нормальный человек будет сидеть с темным экраном с включенным черным экраном целый день ну как никто так не пользуется все время там что-то делается меняется и так далее то есть вряд ли это будет сильно влиять вот но на прошлом айоу по моему на 18 гугловцы сами это дело замерили стало самим любопытным вот что они выяснили что да во первых цвет сильно влияет и действительно но влияет вообще по-хитрому вот распределение потребления по цветам и вы можете заметить что голубой цвет съедает больше всего то есть чтобы поддерживать вот в ваш вашу картинку да вы там в момент времени вам нужно 800 милливатт дисплею тратить вашей батареи чтобы вот это и там зеленый например самый такой ну и понятно что черный там еще проще вот белые там больше всего это фактически лампочка вы включаете и когда уже проектируете ваше приложение с учетом этого вообще google всех завел в неправильную историю когда помните изначально android вряд ли вы помните но изначально android который вот это 1.6 там вот там 20 они были черными приложения на android считали что черные должны быть вот на android черные на iphone светленькие как бы и в какой-то момент google видишь что что-то не очень это все выглядит он решил это все переделать и там с 3.0 по моему появились светлые темы основная стала светлая и так далее и они завели вообще говоря людей не в ту сторону потому что надо было делать черным появились олед дисплеи они тогда уже в общем были давно уже они да но они еще там получили распространение и если бы по дефолту тема была черный до батарею мы бы экономили чуть больше и вот сейчас мы пришли к тому вот сейчас в 19 мая который только только прошел да они там говорят все должно быть с темами и api для тем там и все дела и в общем изначально все телефоны будут это поддерживать там с android q начинаем в общем так важно в общем первое открытие которое мы сделали что о боже мой цвета по-разному потребляют и темные потребляют меньше в общем стараемся если у вас часто до перед лицом что-то потемнее это делать ну вот они замерили это интересно они сделали не знаю там на высокой яркости если вы на улице стоите и смотрите там видео да видео плейбэк вы можете по сравнению с dark mode и normal mode до 43 процента разницы у них получилось ну правда когда яркость 50 процентов разница небольшая но это потому что видео плейбэк фактически темные элементы только там тулбар и что-то еще видео то понятно там разное что-то происходит когда видео на паузе да и там один элемент тут уже смотрите даже на 50 процентной яркости разница между потреблением нормальным dark mode до 14 процентов вы выигрываете это вообще нормальные цифры то есть десятки процентов этот серьезно ну так то вот они замерили все свои в общем приложение какие могли там gboard maps и все так далее и у всех были какие-то выигрыши да когда переключаются приложение dark mode ставьте себе темные клавы ставьте все и будете жить как человек как человек на не как человека на час больше но чтобы как раз до дома доехать может пригодиться ну и в общем еще есть удобные штуки как с этим работать оказывается для меня было открытие что с api 8 есть вот квалифайры для цветов то есть вы можете сказать что вот этот там вот это там айдишка у меня отвечает за такой цвет и можете их подменять там рантайм можете их подменять и в общем так темы и делают он самый простой гайд который вы найдете там на developer android.com он через вот эти квалифайры как раз то есть вы заменяете все цвета на некие вот эти айдишки да там квалифайры и потом зависимости от темы они у вас там проставляются но у этого подхода есть проблемы то есть если у вас только две темы светлая темная и вы сами это решили наверное это нормально а если вы хотите в рантайме менять например мы у себя там мессенджеры решили там что мы хотим в рантайме а еще может быть хотим там вообще кастомные цвета чтобы человек там подсунул нам джейсончик там какой-нибудь с цветами да и чтобы мы это подкнули там xml и чтобы мы это подхватили вот в рантайме вам это не сделать не поменять с таким подходом мы вот решили и там перерисовываем каждый элемент отдельно в соответствующей системой вот а еще кстати плохая штука до сих пор нету устройств на android никакого api чтобы понять а что за тип дисплея по идее если вы там пользователю стенд приложения вы запускаете и вы можете понять если если у него лет дисплей давай предложим ему там включить темную тему или изначально темную включим да можно но такого api нет и у нас даже была идея может быть а сделать такое ну так в рамках в рамках факультатив можно на gsm-арену сделать запрос посмотреть так какой там дисплей у этого устройства ну там vendor build там vendor там девайс name сделать запрос на gsm-арену получить какой дисплей там но лучше нормального пути дождаться когда api будет для этого и а может и вообще не нужно но это так с дисплеем то есть вы поняли что дисплей это вообще-то серьезная вещь потребляет больше всего если вы там никаких computation великих не проделываете на своем устройстве вот и и чем он больше тем больше он потребляет чем больше разрешения тем больше аккуратно с этим дальше самые важные наверное штуки вот с этим вы как программисты вплотную можете работать если там с цветами еще не понятно что вот то на это вы точно влияете на gsm и вай фай и вообще хочется знаете понять а самому вы понимаете что тяжело до измерить а что там потребляет вот у гугловцев там целая компания с большим количеством людей вот они только сейчас там сделали вот замеры по экрану это не самая тривиальная операция там оборудование нужно как-то замерить там силы потратить в общем нормальному человеку который делает не знаю приложение там по продаже пончиков да ему все эти дофигни вещи но и точно должны были быть какие-то ученые какие-то люди которые занимались этим и вот я их поискал много работ разных которые я встречал там научные них не так много в целом да но вот которые все они как правило непонятные вы их читаете что за результаты вообще причем здесь power consumption что но один из них мне прям очень понравился этот мужчина называется гернет хейзер немец видимо который уехал в австралию в свое время и он в общем это вот просто здесь не надо ничего читать да мне очень понравилось вот на его сайте его компании да они там разрабатывают это ядро там для устройства в общем у него general purpose os kernel with mathematical proof of bug free implementation вы попробуйте вы можете такое заявить что у вас mathematical proven bug free implementation что у вас код без багов доказанный математически в общем мужчина крутой не ну там целый есть ряд таких систем которые построены этом в общем не понравилась эта фраза не мог пропустить вот он со своим аспирантом они сделали что они взяли galaxy s3 по моему устройство это было в пятнадцатом году что такое летом в общем ничего не изменилось того времени это лучшая работа вот на и по моему в семнадцатом или восемнадцатом году только защитился вот этого аспирант и он печди стал вот как раз на этой работе так вот они взяли galaxy s3 у которого лет экран байзовой подключили к нему кучу всяких датчиков и стали смотреть ну во первых они стали вычислять этот я читал этот в своих трудах аспирант который основную работу делал жаловался типа какие производители телефонов вообще упыри никакой спецификации никакой схемотехники ничего не понятно и им чтобы провести серию этих опытов и замеров что потребляет сколько почему им пришлось все это разобрать подключать там измерительные приборы до вычисляется какой модуль там же микросхема это еще и все маленькое вы считаете какой модуль за что отвечает и они постепенно выключая все и включая по одному до понимали там что это за элементы на что он влияет ну грубо говоря дисплей легко понять у него там другой вольтаж требует много всего его там легко вычислили вот он там вот этот датчик выключают bluetooth включают а вот этот отвечает там за bluetooth и таким образом они там все вычислили натыкали туда проводов начали замерять и тут вот интересные вещи сразу ну вот когда у вас телефон находится в поконе в airplane mode да он потребляет примерно там 15 милливатт ну там вот этот конкретно galaxy s3 у вас будет все выключено ничего не запущено airplane mode 15 милливатт он просто чтобы существовать будет потреблять на когда у вас опять таки они там делали тесты исключающие пытались добиться того чтобы не никаких интерференс как это сказать так ничего не мешало то есть нет никаких не может прийти там нотификация еще что-то все отключено и если там что-то мешало до конкретную конкретному там замеру они это все переделывали там много раз и так далее вот например что вот это когда мы включаем 2g это стендба режим он ничего не делает то есть он просто он он висит соединением мы там начинаем еще помимо вот этого потреблять сколько-то да на вот поддержание этого соединения ну окей да мы там чуть больше стали на 3g мы еще больше когда у нас соединение мы держим просто gsm соединение то есть это даже не передача чего-то вот и вот тут первое открытие которое меня удивило смотрите а опа вай фай в стендбай режиме есть больше и тут меня осенило когда вот это с этим фактом столкнулся у меня раньше какой-то вот по моему это я на с 9 наблюдал или нес ну каких-то у меня устройств много там был я на эти ночью просыпаюсь беру телефон и он мне показывает там 4g а потом между дому вай-фай ну как людей и бац ночью вот когда резко включаю и он там сразу хоп и вай-фай показывает то есть он когда видит что я сплю android он берет и так как стендбай режим на вай-фай тратит больше переключается на gsm держит там какой-то сокет да ну по сути тратит меньше и вот это вот переключение вай-фай и gsm соединения вот как раз для этого они делали то есть я понял почему себя android так вел почему он показывал у меня вроде вай-фай посреди ночью так вот это вот как раз чтобы сэкономить вот эти лишние там 30-20 милливатт до которые тратятся на дисплей вот что мы тут происходит что что если мы включим дисплей да вот у нас просто работает устройство ничего не делает но мы включили дисплей смотрите как в сравнении с другими элементами это собака поедает энергию суммарно до 805 милливатт вот если все вот эти цифры сложить получается 805 милливатт это вот просто стендбай режим до этого телефона как бы то есть если его включить и вот сколько он как кстати к этим цифрам вообще относиться мы вроде там не физики не схемотехники давайте посмотрим что это такое у нас ну сколько мы потратили до энергии это ваты на вольт и до напряжение на мощность легко найти найти в интернете информацию что напряжение у этого аккумулятора galaxy s3 3 8 до я это загуглил нашел 805 у нас вот по их замерам потребляет он просто ничего не делал включенном режиме если мы поделим одно на другое да мы получим вот сколько-то там ампер если мы переведем это аккумулятор у нас это в амперах миллиампер это дверь там 211 да может на 1000 аккумулятор у нас на s3 тоже это гуглится 2 200 миллиампер вот если мы поделим 200 на вот полученное значение сколько он потребляет таком состоянии мы получим что просто включенный galaxy s3 проработает от батареи 10 часов постоянно включенный это кстати сходится с данными которые можно на gsm арене посмотреть я еще потом тоже про это упомяну в общем штука в том что самый мощный потребитель это дисплей даже когда он ничего не делает в общем он что дальше они запускали там angry birds need for speed смотрели сколько потребляет естественно что angry birds почти ничего не поедает да потому что там нет никакого джи пью они там особо ничего не рендеряда в отличие от need for speed а где смотрите джи пью пришлось напрягаться что-то там отрисовывать постоянно рендерить вот там очень много если вы играете вы тратите заметно больше состояние покоя вы помните у нас там 800 милливатт да вот здесь 2 400 1500 будете играть будете много тратить когда вы проигрываете видео на или что это да видео тоже интересная штука надо все время такое видео если вы отправляетесь на телефон да чтобы хардверный кодек устройства его поддерживал не надо какой-то ерундой кодировать там еще что то то есть надо такими форматами пользоваться которые поддерживают все потому что как только у вас софтверный кодек вы очень много тратите прям очень много это важно если вы делаете не знаю там видео чаты какие-то звонки там еще что-то вот все когда у вас есть какой-то поток видео очень аккуратно с этим вы должны следить чтобы у вас работал хардверный кодек который будет делать это сильно дешевле ну это там high low quality не так важно давайте mp3 если вам было интересно почти ничего не потребляет вы можете ходить слушать фоне потому что опять таки для современных телефонов сделали там отдельный сопроцессор который умеет играть вот это там ваш звук и так далее он работает отдельно и поэтому это все занимает достаточно гуманных ватт милливатт вот они начали там замерять а как звонок влияет вот если вы будете смотрите тоже число 865 в документации galaxy s3 написано что в режиме разговора будет работать 10 часов мы там посчитали вот как раз в там тоже было 800 чем-то милливатт да там вычислили 10 часов смотрите тут 10 часов сходится то есть действительно телефон в режиме разговора если у вас все выключено и вы только разговариваете обычно так и разговариваете показатели сходятся то есть похоже что они не соврали да там своих замерах вот но когда вы смс отправляете там что-то еще когда вот веб-браузинг когда начинается они заходили на сайт bbc news по моему смотрели и так далее и вот тут вот вещь от которой уже стоит заволноваться рекомендую посмотрите на радио модуль вай-фай и 3g передачи данных вот они тут отправляли ну открывали сайт bbc news и там сидели на нем две минуты по моему закрывали ну что такое вот примерно такой был эксперимент и замеры тут надо задуматься уже может быть не надо лишний раз терроризировать пользователя отправкой на 3g если вы можете что-то отложить до лучших времен до вайфай да может вы можете сэкономить вот здесь примерно то же самое там отправку и мы приложение мэйл они запускали тоже видите вот здесь в принципе ни на чем не сэкономить но вайфай 3g вы понимаете разницу да уже лучше по вайфай отправлять да прям читается у вас на лице вот все буду на вайфай отправлять не некоторые люди просто ну да не знаю уходят там а я не подключаюсь к вайфай там это небезопасно или там я не подключаюсь мне лень вводить пароль но странно у вас будет батарея жраться потому что вам постоянно пишут какие-то сообщения еще что-то да подключайтесь к вайфай это вообще лишний раз доедете до дома про доехать до дома тоже такая история я когда выступал с этой историей где-то там на конференции то ли венеции то ли флоренции да так вот там были представители убер я не применил пошутить про это знаете услугу ходил что когда у вас какая-нибудь такси аппликация да уставлена на телефоне и вы ее запускаете еще вероятно вечером да и у вас там 6 процентов например батареи ли там 12 процентов батареи на месте этой аппликации прямо хочется поднять вам рейт ну то есть вместо там 300 рублей запросить 500 но вы же хотите доехать домой у вас 6 процентов и вот я шутил когда там представитель убера был там специально для нее но нет это конечно они все утверждают что нет мы не такие конечно никто не делает но доехать то хочется ну в общем тут сложно что дальше у нас камера вообще камера это сложный элемент в камере видеть очень много всего задействовано там и процессор вам надо как-то обработать аналоговый сигнал при представить его в цифровом виде как-то закодировать это там в общем много дел происходит при этом еще экран работы но общем ужас какой-то это очень энергоемко это почти как вы играть в need for speed по цифрам как видите но в общем это тяжело и если ну просто чтобы вы знали не знаю вот всякие другие вещи которые остались которые не упомянул но там большое просто исследование что что-то выложил до в этом презентации что еще происходит интересного тут вот интересно что на на цел пауэр да когда у вас вы на оплоуде тратите больше чем на даунлоуде передавать сложнее чем получать то есть если скачать вам надо скачайте да но оплоуд точно отложите там до каком вайфа или еще что то потому что это прям лучше скачиваете чем оплоудить вот такое правило но это по желанию потом что еще интересного тут с этого датчика все вот сенсоры которые маленькие да там всякие селерометры и прочее мы их там используем proximity сенсор там ну приближение это в общем почти ничего не стоит это все мелочь можете пользоваться на здоровье лишь бы gpu не использовали ну вот сколько там acquisition спутников для gps занимает трекинг тоже это все дорого это все тяжело вообще говоря вот тоже интересный момент все что если вы на полную используете процессор и что-то там майните у себя на телефоне но это будет дорого вы будете процесс сейчас мощный их много там и ядер много и может это все загрузить будет тяжело вот а теперь интересно смотрите 3g и 4g уже 5g сейчас про 5g тоже скажу же такое вообще 3 ну что такое джи круто на поколение что такое лте сложнее вопрос со звездочкой это long term evolution и это фактически маркетинговый термин что такое смотрите придумали спецификацию нового протокола который передают данные быстрее появился 4g против 3g 5g против 4g там есть какие-то усовершенствования он кому работает лучше быстрее тогда но ну его зарелизили это все прекрасно но ваш оператор ваш там мегафон или билайн чем вы там пользуетесь он то не может сразу во всех местах новое оборудование там взять и подменить поэтому теоретически у вас будет писаться там 4g а реально работает 3g потому что ваш оператор еще не подсуетился и не поставил он не может сделать это сразу везде и маркетологи придумали термин lte до long term evolution это когда-то мы придем к 4g и к 5g когда-то мы придем но пока может у вас будет и не так хорошо все вот такая вот история про сейчас 5g появился уже там с января по моему даже какие-то устройства реальные появились и вообще народ радуется а сейчас новый этот с 10 да вот у меня тоже наверное не у меня не 5g по моему но они уже тоже есть с этим модулем там когда-нибудь все станет сильно быстрее лучше вот два раза говорят он быстрее и теоретический пик тоже довольно большой мы вообще приближаемся к цифрам что телефоны передают данные фактически как проводное соединение мощь ну прям это сильно при джобсе такого не было ну это правда здорово пишуток что дальше я сделал мне в общем я поигрался со всеми этими вай файл ты я посмотрел их исследования на мне показалось что круто надо наверное действительно поменьше использовать там где где возможно там как-то больше больше на вай фай меньше на 2g там что-то откладывать он как это влияет как написал маленькую аппликацию которая что делает она отправляет джейсон джейсон плейс холдер этой тайпи код это какой-то там rest sample rest api который просто отдает данные ну там для тестов еще для чего-то и вот я к ним делал запросы но я их делал по-особенному я на пиксели это дело на nexus тем летом кстати ого это уже год прошел ничего себе я стал делать тысяча четыреста запросов с этого состояния так эмпирически ткнул пальцем в небо что в день у нормального пользователя там активного вот столько запросов происходит там нормального приложения вот я их стал делать но я стал делать по-разному я стал делать один запрос каждые 10 секунд потом три запроса с промежутком каждый 30 секунд то есть тоже число всегда получается да но с разным промежутком 6 каждые 60 секунд каждую минуту то есть ну и так далее я дошел до 1 но там триста восемьдесят четыре запроса каждые 64 минуты каждый час вот и что интересного я заметил nexus 5 на шестерке он дальше не обновлялся по моему официально вот а пиксель там на тот момент на oreo вот смотрите как интересно когда я закончил 1400 запросов это там ну какое-то время заняло каждый секунду расход battery historian я через battery historian это все вытягивал это потом расскажу утилита 24 процента от всего расхода до аккумулятора это приложение съела когда уменьшил 12 и то есть смотрите по фактически в два раза каждый раз там до определенного я снижал энергопотребления то есть батчинг не просто так google про это горит на дальше сейчас про это еще расскажу но это как бы сильные цифры так обратите внимание а вот тут какие-то интересные вещи это было вот игру летом год назад не тут у меня в какой-то момент получилось такое же значение да я на вот здесь я что-то перезамерил и не важно его в какой-то момент у меня значение получилось больше хотя я все таки сделал я думаю что что такое то почему так получилось а потом выяснилось что в этот день был матч чемпионата мира по футболу причем наших и оператор был перегружен и сетью было хуже ну вы представляете да а вот 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 это перезамер вот это был сильный дождь а вот этом матч вы меняете как реально влияет вообще и погода там и загруженность сети операторами там активность вообще людей и так далее то есть новый год вам никому не дозвониться ну естественно не работает передача данных и так далее ну раньше так было часто уже по-моему можно в новый год даже дозвониться а когда вот появились сети там мобильные телефоны проблема была все начинали звонить поздравлять странные люди но пусть и она все не работала вот это все влияет вы запомнили да что вот бачинг я потерял там уже какие-то значения ну неважно бачинг сильно помогает и можно вот тысяча сколько там 400 запросов с затратами всего два процента провести в сравнении с мотайте там на ус на все что можно мотать и пригодится и собственно про это нам многие доклады на google айо там со старых времен если вы там смотрите говорят о том что надо делать придется дефир колесе и что это значит собственно постарайтесь уменьшить количество вообще передачи данных если это возможно если нет то отложите это да а потом группы отправьте вот колесе это там сложить вместе да дефир это отложить до лучших времен когда у вас там вай фай и вообще зарядкой хорошее настроение ну если у вас есть возможность сделать это чтобы вот пользователь дожил как-то и многие об этом не думают многие как заказчики когда приходят они думают что его приложение у пользователя главное вот это не знаю там kfc вот это купоны там какие-то да оно должно быть важно пусть оно постоянно ходит в интернет заказчик вы своем уме конечно так не надо делать в общем надо думать про других то давайте сейчас про это уже поговорим в общем чтобы все это вот сделать редюс дефер колесе появился там в л но это и историческая справка люблю исторические справки появился job scheduler это как раз штука которая позволяет вам более декларативно выполнять задачи job scheduler говорит вам а вызови меня пожалуйста когда я буду на вай-фай или там когда я буду на зарядке чтобы я там синк данных произвел своего приложения чтобы не тратить ресурсы там пользователя потом появился вам там даус мода даус мода крутая штука когда телефон сам понимает что сейчас ничего не происходит в кармане у меня сейчас даже несмотря на то что я хожу он понимает что я сейчас не пользуюсь и не дает другим приложением там делать запросы ну как бы хорошая вещь то есть одной стороны программистам тут сложнее стало им приходится учитывать требования системы по реализации вот этого даус да что не каждый запрос может пройти меня могут отключить могут не дать данных но при этом я при этом я знаю что мой телефон доживет и я уеду домой навигатор или такси вызову уже неплохо вот вен появился dos on the go это вот кто что сейчас сказал в кармане в бэкграунд лимит это когда мне нельзя теперь фоне как приложению что-то делать то есть если я попытаюсь что-то начать внезапно без пуш нотификации еще что-то мне android runtime exception какой-то бросить вот и п что нам в п принесли интересного в п было много про батареи много улучшений во первых помимо того что они там сказали типа андроид пи мы поработали над своими внутренними там улучшалками вот они поработали вот на чем вот кто как раз про что я говорил каждый создатель программы думаешь его программа самое важное вы его делаете даже что пользователь будет только ей пользоваться нет это не так и простой эксперимент вот мы с вами у меня установлен допустим на телефоне допэ у меня установлен 100 приложений у вас 10 приложений на телефоне да и даже если нам приходит одинаковое количество там не знаю активности ну мы там одинаково им пользуемся в течение дня у меня энергии уйдет сильно больше со 100 приложений чем у вас с десятью и это удивило ребята с google типа не должно быть такой зависимости что от количества приложений да как быстро садится с телефона вас это не очень круто это не здорово вот и они решили с этим бороться в это по разным причинам бывает понятно что там у меня я помню скандал там с яндексом когда навигатор стал все записывать что что я говорю и там файлик это на из дикарте причем ну это у них там случайно в сборку попала ошибка такая я прям послушал запись свою посмотрел бывает по разному это по разным причинам происходит вот это вот да то что battery drain у нас пропорционально об скаун допы но вот сп это должно исправиться по идее они для этого ввели адепти в беттере они смотрят на все ваши приложения и чем мы часто пользуетесь это там в определенную корзину в определенный бакет кладут популярные то есть ему можно давать тратить вашу энергию телефона а там приложение которого вы раз в месяц запускаете нет ну и там всякие штуки плюс даже машин лернинг они запихали там кто-то из IBM там выходил на ее про это рассказывал восемнадцатом году то есть они там будут знать что вы каждое утро просыпаетесь включаете reddit например почитать да там новости какие-то ну или не reddit что вы там читаете медузу какие-то вещи и вот чуть заранее зная паттерн поведения они типа будут заранее этому приложению давать подсинкать данные там пуши получить и так далее и вы как человек живете у вас все хорошо ну вот battery saver они там что-то за импровили вот это кстати вот эти вот стендбай бакеты да то есть раньше у вас было два режима до п просто приложение которое вы используете и через сутки или через двое там зависимости от устройства она попадала в стендбай ему не давали ничего ну там в приличных версиях а теперь вот у вас есть разные это мне нравится слайд я почему это вот тоже на ее в девятнадцатом в восемнадцатом году показывали смотрите какая хитрость ничего странного не видя на этом слайде ну ладно не гадайте расскажу то что запрещено они нарисовали зелененьким тоже такая хитрость зелененький обычно это хороший цвет ну там добро зеленый там светофор и на зеленый идти вот они тут наоборот нарисовали то что заблокировали ну для них это зелененький а для нас то не очень для приложения как правило означает что вы там не сможете пуши когда-то получить вы там не сможете там выйти фон сеть сделать в общем разные бывают вещи ну и вот это как четыре вот этих battery bucket active working set frequent и если вы в рейр попали вас не запускают то скорее всего вы не сможете не пуш прислать ничего в общем у вас проблемы ну может это хорошо в принципе для пользователей там ну они там много чего на улучшали тоже всякие критические вещи раньше все эти ограничения снимались когда у вас телефон подключался к зарядке и вы могли творить все что-то скачаю все ну вот спе нет даже даже когда вы на зарядке если вы в каком-то рейр бакете то вам не дадут ничего сделать пока пользователи вас явно не запустят ну в общем бывает есть свои сложности battery server они там на улучшали короче много всего это детали принципе можно на есть еще особые устройства я уже упоминал прекрасные к сайоми которые как дельфины там ультразвуком обмениваются есть разные производители которые помимо стандартных android фиш они добавляют к battery consumption свои какие-то особые юристики ну например там телефоны к сайоми живут чуть дольше или там кто-то еще мы там замеряли даже они живут чуть дольше потому что они запрещают всем приложением ходить спустя какое-то время вот если вы там не запускали или там да не запускали его несколько часов то потом вы можете пушина к сайоми вообще там определенной версии не получить если вам даже priority push там есть определенная категория priority push и вас вот точнее push сам придет на устройство но вас система не дернет не вызовет и вот есть ряд таких устройств которые там эти ограничения делает с этим приходится иногда бороться когда у вас серьезное приложение в общем приходится это дело можно вот всякие там использовать у меня вот ссылочка из классно люди подсобрали некоторые на популярные вот эти устройства которые там супер оптимизациями по расходу батареи там набор интентов вот тут частности я не знаю пример для чего это коммию а это вот для к сайоми да чтобы сделать запрос чтобы пользователь добавил ваше приложение в исключение вот мне товарищ рассказывал сейчас кстати дорофеев и узнаете он вам лихо что вы говорили что он классный вот кто-то говорил и удар и феев взял мейзу попробовать ну так мейзу прилично какой-то мейзу хороший типа из дорогих там не знаю вот и он говорит что это вообще невозможно даже будильник не просыпается даже будильник запрещает нет это экономно конечно но не хочется так жить в общем бывают истории вот видите эта картинка ходит по всем моим накладам это вот джейк 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 воротна вам надо изучить что это такое это прекрасно как мы как программист можем с этим бороться у нас есть я бысленно для себя так разделил все оптимизации которые мы можем сделать на активные и пассивные как с этим бороться чтобы поменьше там жрать особенно вот с вай фай и gsm модулями ну пассивные пассивные что называю пассивные пассивные штуки которые в которых замешаны не только вы как программист android android приложения пассивные это все что требует ваших там не знаю там протокол там ребят сервера там потрогать ваших или там ну в общем давайте на них посмотрим да вот что что за пассивная оптимизация протокол компрессия данных серверизация форматы не знаю соединение в общем все вот это это то что вы напрямую влиять не можете но вы можете там с парнями почерепить сделать хорошо вот например понятно что если вы используете еще теперь у вас большой верх от вот если вы очень много данных передает если вы делаете что-то это не знаю постоянно на бирже там что-то там запросы биржевые котировки обновляете или в этом мессенджер как мы вот делаете и еще что-то вам лучше использовать наверное какой сокет или веб сокетное соединение потому что вот я вам показывал мой сэмпл приложения который раз в rest api ходила да вот там что-то такое там из 800 байт которые тратил на каждый запрос ну там примерно там данных то же количество что-то типа полезных было 200 и 600 это какие-то лишние эти заголовки еще что то что просто вот на каждый запрос прилетает как это лишняя нагрузка вообще зачем вы представляете что можно чуть ли не в три раза там на этом году в общем все что-то большое можно поработать протокол вот наш протокол например как он выглядит который мы для мессенджер используем он всего там 88 байда 8 8 10 байт 10 байт и в него все влезает вместо там 500 байт которые я оверхедом получал на http есть есть наш на чем поэкономить обязательно надо использовать компрессию компрессии это наше все это пример убер когда-то выбирал для себя протокол данных они поняли что они большие там и так далее им надо было как-то там поэкономить на чем-то в этот момент примерно в то же время мы для там своих дел выбирали тоже протокол и мы примерно схожие решения выбрали вот они сделали большое сравнение для себя ресурсы позволяли сериализация ну то есть формат данных да и алгоритм компрессии разные пробовали вещи там сопоставляли их ну понятно что протобув да который бинарный который там хорошо сделанный протобув слышали про такую библиотеку вот он там очень мало требует места он там очень быстро очень быстро создается он ну там и из форматов компрессии но тоже понятно какие есть совсем странные да но есть вот популярный zlib это обычный zip газип вот это да ну можно посмотреть на все это они прям крутые мы для себя выбрали месседж пэк иногда для там хранения данных даже внутри у себя внутри android приложения мы используем протобув структуры чтобы денормализовать базу и как-то там разложить бывает полезно даже вот в таких кейсах вот и мы для себя lz4 это вот как zlib вот где-то 4 они вы по-моему даже почему-то не сравнивали ну не так важно в общем мы выбрали для себя zlib они они zlib и lz4 это тоже такой крутой алгоритм компрессии он позволит вам он просто очень много очень много трафика сэкономить а много трафика это много battery consumption легко можно сэкономить уже когда вы например вместо обычных джипегов начнете у вас вы котиков приложение котиков да там пересылают все время социальная сеть котиков много картинок этих котиков если вы просто поменяете кодировку ваших имиджей на в пи уже сразу плюс 20 процентов трафика уменьшится но не круто ли это и плюс 20 процентов тот самый battery consumption лишний которые передавали можно так поступать ну понятно что лучше используя всякие там каждый запрос не надо делать с новым соединением это в здравом уме там каждый понимает а есть хитрости чтобы overhead на соединениях довольно большой когда вы делаете с цель соединения там дефи хелмана там происходят какие-то страшные вещи математика вычисления вот и это происходит каждый раз когда восстановить соединение это сложно это дорого и поэтому надо как-то умудряться попроще это делать вот есть всякие технологии типа совершенно и диск или сэшн тикеты которые позволяют каким-то образом упростить процесс установки с цель соединения а сейчас все должно быть на ссср и вы же понимаете да android даже там по дефолту запретил по моему с восьмой или там с девятой версии спай по моему не знаю вот чтобы быстрее его устанавливать если вы это делаете много да вы можете вот такие штучки почитать поиспользовать это это некая дишка которого сохранять либо на клиенте либо передаете серверу до которая позволяет серверу быстрее подключиться он знает что с этой дишкой этот уже был вот упрощенный процесс ссср соединения примерно так это работает теперь про активный оптимизация мы можем сделать чтобы на самом устройстве да как-то во первых все надо кэшировать надо все кэшировать вы что-то получили сразу пожалуйста положите это куда-нибудь чтобы второй раз не запрашивать вот у меня у приятеля правда кота кота зовут кэш собака но ничего кота кэш но они любят вот это все кэш и куча вещей для этого и понятно что сделал запрос сохранить а потом уже что-то делаете вот первым делом сохранить и у вас все будет нормально тоже очень много диска и он на самом деле тратит если вы возьмете неправильный буф буфер для чтения за данных или записи может это будет очень долго и будет сильно тратить больше там люди тоже замеряли у меня это из книжки этого common swear товарища который он говорит что там очень сильно вот если один гигабайт записи там считывать по моему в общем будет в пять раз дороже если у них буфер различается 100 байт и один килобайт правильный правильный размер буфер это хорошо то есть надо аккуратно к диску мое тоже относиться хотя она укажется что вроде не такое большое не пишите не читайте много маленькими кусочками если у вас большой файл большими пишите не читайте вот ну понятно что вообще вот network on off у меня написано знаете что такое когда вы программируете вы андроид а если у меня сеть андроид только говорит есть или нет на самом деле это не так это не бинарная до сущность там не да и нет а там нет нет но я могу и есть то есть у вас есть еще промежуточное состояние когда вы не прогреты когда модуль связи еще там не наделал своих делов там не прогресса и вообще говоря прогрев вот этого модуля передачи данных саму целый дейта там я думаю что с вайфаем подобная история он не сразу работает и вот есть как раз у него разные режимы до stand by mode low power full power и если вы резко начинаете делать вас может много на это уходить тоже в общем не только это не только в кол-выкол это все не все немного сложнее даже дождь влияет на раз на передачу данных а что вы хотите от от сети что еще интересного но опять-таки не надо качать там простые какие-то вещи но многие на это забивают чтобы полегче было запрограммировать но когда вы растете там постепенно менять это рефакторить если вам вот сейчас например на новом google айова они там рассказывали что в google chrome они добавили штуку какой-то тег в какой-то атрибут в тег image который говорит о том что лэйзи инициализацию картинок вот этот имидж пусть будет лэйзи что это такое это когда у вас нарисовано вот дисплей отображает столько а скроллинг страницы сильно больше так вот он не будет картинки которые здесь грузить до пока вы не будете скролить вот это лэйзи инициализация то есть везде они пытаются сказать нам что ребята не надо лишним давайте попроще очень много сейчас данных в имидж атрибута этого не было да 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 вот искусственно костыли были сейчас вот в гугле скажешь chrome этот атрибут будет поддерживать тебя ну вот круто ну и то же самое вы должны когда делать критически на это смотреть если вам не надо это грузить картинку не грузите если вы можете скачать если вам ее для аватарки надо скачать его там сделайте метод на сервере который вам отдаст маленькую ну чё там еще всякие крутая штука конечно push нотификации то что раньше не было а вот всякими айосами андроидами появились это вы понимаете что если каждое приложение сидит со своим соединением ждет это затратно вы видели графики да там соединение много тратят и тут есть пуши это крутой механизм им надо пользоваться телефон держит одно свое соединение вместо там всех ваших приложений получает какую-то информацию пуш нотификации и вы там можете что-то показать пользоваться сделать в общем этим надо пользоваться это сильно экономит все ваши усилия ну вот надо всякие там откладывать побольше не знаю мелочи в мелочи тоже это все-таки ерунда ну это смешно когда человек в роуминге да и он и так на чужбине ему тяжело но не надо его там заставлять чтобы картинки ваши ходили на если вы видите что из роуминг там флажочек он не качайте пусть он потом скачать ну или когда он явно нажмет кнопочку ну покажи мне эту картинку я знаю я плачу там я богатый ну надо за деталями за всеми этими следить надо помнить что есть всякие там разные у вас ограничения когда вы с этим background restriction например да когда у вас это вот прям кусочек кода настоящего ну может может уже изменились не знаю в общем бывает такое что у вас вроде там сеть есть но вашему приложению background запрещено телефон решит что сейчас там не надо или пользователь запретил там в android уже можно прямо по приложению запрещать и вам надо учитывать все эти ситуации могут быть проблемы хорошо бы тоже ловить вот как uber или другие там обычные приложения такси что у вас творится там с батареей если вдруг система говорит что у вас там low battery до у пользователя ну тоже остановитесь но не качайте вы сейчас ну зачем пожалейте чеком и домой ехать ну вот за этим просто надо все аккуратненько следить понятно что надо работать надо работать с соединениями каким-то образом ну не висеть например с ним у нас вот сокет там сервером висит мы можем сокет это здорово мы можем пуши от сервера получать это прекрасно да но если там больше трех минут приложение находится в бэкграунде есть вероятность что его не скоро запустят следующий раз разорвить это соединение не тратьте силы ну тоже вот везде надо просто критически к этому подходить мыслите аккуратно смотреть что происходит закрывайте сами если понимаете что не нужно или там вот пример классный тут у меня про keep screen on всякие вайклоки не надо их там выклочить вы знаете да что вам приходит какой-то там джоб скеллер какая-то задача и так далее а вы сейчас в доус моды и вам могут вообще не дать ничего сделать вас там быстренько прикроют вы для этого что делаете меня же же мое приложение самое важное я беру вайклок и говорю нет друг разреши мне поработать и делаете там эту всю свою грязную деятельность но это надо делать аккуратно надо делать отпускает ну в общем стремитесь к тому чтобы вы за этим следили а вот классный пример skip screen он например вы делаете вот читалку и этот пример тоже из жизни человек делал штуку которая позволяет пользователю не гасить экран это какой-то функциональность а-ля читалка и что было у пользователя я отвлекся как пользователь я отошел а у меня телефон так и лежит вот туда и светится и вот этот флажочек keep screen on если я ушел на час он за час мне всю мобилу разрядит ну тоже если proximity sensor там или там не знаю акселерометр не работал и не дает никаких значений больше там минуты вероятно что там и у вас никакие контролы не работает сделайте релиз этого до keep screen on флага ну как вы отпустите и держите но много таких штук которые просто мелочи за которыми следите тогда ваше приложение будет лучше чем других собственно как вот эта картинка которая позволяет понять сколько ваше приложение там сколько какое приложение съела да на телефоне как она работает откуда берутся эти цифры вот вообще полезное знание так каждый производитель телефонов когда он делает не релизе так сертифицирует свое устройство гугла google же там play сервис вот это все он должен чтобы она заработала некий оем power profile приложить это файлик который говорит сколько каждый элемент там жрет вот сам они там на фабрике когда собирают у них есть спецификации все это схемы там и вот потом ваш телефон смотрит что если приложение потратила столько там процессора экран был включен столько она умножает время на то что есть в power profile до каждого устройства вот она вычисляет вот это значение вот примерно так все приложения получают какой-то рейтинг потому сколько они потратили сколько работал вай-фай сколько экран там сколько каждый элемент который он там занимал и вот на основании этих данных которые производители там от каждого из производителя уже микроэлементов этих микрочипов так они получают как все это увидеть вот чтобы там вот эти проценте посмотреть на что уходит есть разные вещи во первых самый как это все замерять я бы даже так сказал как тут написано замерять возможно по разному есть простые средства типа traffic stats убогий какой-то класс старый есть вот usage stats manager это довольно серьезный продукт для того чтобы статистику какую-то вести google сделал такой фреймворк в андроиде да и вот с помощью него можно фактически все что угодно замерить и следить ну это прикольно когда у вас есть какие-то метрики да сколько в среднем у вас он потребляет если вы упустили версию эта метрика скакнула данном на мониторах в уму что-то я набаговал там что-то у меня зато где-то там зацикливается много запросов общая полезная штука логи сильно помогают мы любим вообще вот так делать например да у нас в андроиде лок это то плохо то есть он там очень мало сохраняет у него там кэш разный мы записываем все логи от нашего приложения в отдельный файлик когда это бета-версия ну какая-то не релизная да когда сами разработчики мы ходим там с ней тестируем еще что-то мы записываем эти логи и потом периодически сваливаем их и там какой-то баш-скрипт или там серия баш-скриптов проходит над этим файликом и она там вычисляет вот такие у нас пока столько там по сети бы занимал в общем тоже полезный инструмент чтобы увидеть проблемы которые у вас случились это вот из простых способов как все это смотреть что у вас там пожирает и так далее есть батаре хисторин этот уздаз стандартного андроиде там сто лет про него обычно когда говорят доклад про пару консумшен да на 40 минут рассказ про батаре хисторин что в общем не так интересно вот я на одном слайде умещаю вот смотрите тут что такое батаре хисторин эта штука вообще что делал ваше устройство да вот можно там фильтровать по приложению по разным приложениям и вот тут например интересные штуки что я не знаю давайте вот gps да тут разница тут по-моему плюс 1 а у меня плюс 3 что такое в общем да разница два часа между вот этим временем я почему-то не смог видео вот это вот gps у меня работал там получается с 9 но там скольки то до 9 40 это ехал на работу из этого картинки может делать вывод что живое довольно далеко от работы в общем если поразбираться да вот с этой картинкой а она довольно интересная тут можно много полезного вы можете устройство брать все эти данные смотреть и анализировать вот я не соврал наверное почти ни в чем здесь доказательства что я не врал вот всем спасибо все свободно